Международный валютный фонд Международный валютный фонд В смерти неопределенности есть различия в отношении неопределенности кое-что можно предпринять, и мы надеемся, что политики смогут заняться вопросом неопределенности, смогут устранить неопределенность максимальной степени на 2015 год с тем, что можно было установить доверенность, доверие для того, чтобы инвесторы могли по-прежнему инвестировать деньги в крупные проекты, и чтобы люди могли бы быть наняты на работу. В последнее время европейские лидеры начали похлопывать друг друга по спине, поздравляясь с преодолением кризиса. Поборов кризис, не нужно ли сейчас начинать борьбу с благодушием? Я всегда использовала три слова вместе. Мы избежали краха в 2012 году. Мы должны быть бдительными в отношении рецидива в 2013 году. Британия добавила Европе неопределенности, объявив о планах референдума. Кто-то говорит, что выход из ЕС опасен для самой Британии, кто-то для Европы. На мой взгляд, это свидетельство царящего сейчас протекционизма. Свои проблемы важнее чужих. А по-вашему, как? Я реально надеюсь на то, что Европа будет действовать обычным образом. Она будет избегать барьеры, препятствия, диспуты, конфликты. И выйдет из этого всего вместе и сильнее. Я реально надеюсь на это. Европа всегда сильнее, когда она выступает единым фронтом, и когда она процветает, и когда она становится более конкурентоспособной. Я думаю, что именно эта полемика последует в инициативе Великобритании. И германский канцлер указал на свою готовность обсудить вопросы конкурентоспособности. Они реально должны заняться этим. А вот еще такая проблема – подотчетность. Она важна для вас. И МВФ, надо сказать, с завидной прямотой признал свои ошибки в расчетах относительно мер жесткой экономии. Но эти ошибки коснулись миллионов людей. В Греции, например, не должен ли фонд как-то ответить за эти ошибки? Конечно же. Мы должны призываться к ответу, как и все остальные, кто занимается государственными задачами, или те, кто работает в частном секторе. И первой мерой отчетности и подотчетности является правда, является донесение правдивых идей посланий. Это трудная ситуация. Мы решили, что мы должны открыто выговорить с нашими членами. И как мы постоянно делаем, мы всякий раз переоцениваем, проверяем, еще раз уясняем для себя наши допущения и гипотезы. Я согласна с вами, что реалии последнего года оказались отличными от реалий предыдущих трех или четырех лет. И то, что называется факторами финансового умножения, они изменились. Поэтому-то мы хотели бы добиться одной вещи, чтобы был принят набор, комплекс мер, потому что называется денежно-финансовая консолидация, реформы. И не только по отношению этого фактора умножительного, но и также других компонентов, которые включены в глобальную оценку состояния экономики. Сколько бы не понадобилось реструктурировать, приспосабливаться Греции, реформировать себя. Речь идет об реформировании ландшафта всего, об пейзаже, об использовании того фискального мультипликатора, фактора умножения, который является гораздо более высоким, чем то, что мы использовали в прошлом. Но несколько месяцев назад и вас также сильно критиковали, когда вы сказали, что дети в Африке вызывают у вас больше сочувствия, чем греки. Вы и сейчас так считаете? Вас неправильно поняли или вы раскаиваетесь? Нет. Я не сожалею о своих словах. Я выдернулась в тот момент из Африки. И я помню, что я по-прежнему помню сейчас тех детей в Нигере, которых я посетила, которые сидели в крохотном классе, в которых не было пчевников. И я задала себе вопрос о том, что произойдет без помощи, если этим не будет оказано помощи. Я очень озабочена, конечно, состоянием Греции, но в первую очередь я думала в тот момент о этих маленьких детях в Нигерии. И я думаю, что было бы славно, если бы все люди платили свои налоги. На сегодняшний день эта точка зрения утверждена и одобрена авторитетными греческими властями, Европейской комиссией, международными организациями. И позиция совершенно ясна, что если бы греческие власти собирали дологи надлежащим образом, экономика была бы гораздо лучшим состоянием. Давайте взглянем шире. В Европе положение непростое, в США немногим лучшее. А что Китай? Географически на Востоке. Но что касается той лепты, которую Китай вносит в глобальный рост, она является мотором, движущей силой. Ожидается, что в Китае будет 7-8% роста в 2013 году. Там теперь новая руководящая команда. Я надеюсь, что они смогут выполнить поставленные перед собой планы, а также сбалансировать свою экономику. Таким образом, Китай будет оставаться реально одним из моторов глобальной экономики. Так что, пузыря нет? Я думаю, что мы должны быть действительно длительными в отношении пузырей, откуда они могут возникнуть. Особенно, когда речь заходит о недвижимости, потому что недвижимость в совокупности с финансовым кризисом может стать реально катастрофичной. Но Китай, я думаю, осознает эту проблему. Достаточно внимательно относится и сейчас пытается обеспечить более сбалансированный рост. В США сейчас много говорят о фискальном обрыве, о потолке госдолга, но забывают о большей проблеме массовой безработицы. Не забываем ли мы о проблемах реальных людей? Я, прежде всего, поделилась бы с вами наблюдением о том, что ситуация с безработицей в США становится лучше в том, что касается цифр. Эти цифры сейчас приближаются к 7%. Это достаточно большое улучшение. Но в целом, безработица остаётся, конечно, огромной проблемой. На сегодняшний день 202 миллиона, по данным МОД, являются разработанными в мире. Это огромная проблема во всём мире, для всех стран, для семей, в которых есть безработные. И, естественно, это вызывает у нас огромное беспокойство. И поэтому на этом компании должны концентрировать своё внимание. Нужно убедиться в том, чтобы рост продолжался. Продолжался в 2013 году, может быть, постепенно, но продолжался. И чтобы это восстановление экономики сопровождалось созданием рабочих мест. Вот и глава Международной Организации Труда в беседе со мной тоже высказывал озабоченность, что бизнесвены забывают о безработице. Его тревожит, что с этой проблемой никто не хочет возиться. Позволю себе усомниться в этом, при всём моём уважении. Я буду всячески работать вместе с ним над тем, чтобы это не случилось. Потому что сам по себе рост не решит глобальные проблемы сбалансированного роста, устойчивого роста, инклюзивного роста, которые, как мы все знаем, являются неотъемлемыми атрибутами роста. Если у вас не будет рост сопровожден созданием рабочих мест, то, естественно, у нас не будет инклюзивности. Поэтому, конечно же, создание рабочих мест, это трудоустройство, остается в центре нашего внимания. Удостоверимся, что именно так это и будет происходить. Но и безработица создаёт социальную нестабильность, в особенности среди молодёжи. Как будут обстоять дела в этом году? По-первых, речь идёт о двойном количестве по сравнению с общим населением. Если у вас 10% безработицы, то среди молодёжи обычно 20%. Если 25% общего населения занято, то 50% среди молодого населения. То есть, дважды больше у вас наблюдается разочарование, огорчение, отчаяние в отношении того, что вас выкидывают за борт общества и рынка труда. И тут, конечно же, должно стать основным принципом нашим, основным чаянием. Общество должно отвечать за свою молодёжь, за то, чтобы они получали образование, за то, чтобы они получали доступ к рынку труда. И это, естественно, связано с рабочими местами, созданием рабочих мест. В Давосе вообще много говорят о рисках и угрозах. Некоторых мы коснулись. А что бы ещё вы хотели выделить? У вас, с одной стороны, есть географические зоны, такие как Соединённые Штаты, где существуют большие проблемы среднесрочного сокращения долга, бюджетного дефицита. У вас есть Япония, где на сегодняшний день пока не решаются вопросы бюджетного дефицита надлежащим образом. У вас есть еврозона, где строительство, реконструкция и пересмотр архитектуры всего региона продолжается. У вас есть Ближний Восток, который проходит через огромные преобразования, огромные конфликты, которые вызывают перемещение населения, беженцев. Ясно, что это вносит определённую репту нестабильность в экономическую зону. У вас есть территориальные проблемы, которые связаны с дефицитом ресурсов. Всё это те риски, которыми мы должны заниматься, которые мы должны устранять на основе доброй воли и сотрудничества. Я думаю, что мы должны больше всего рассчитывать на сотрудничество. Не просто, чтобы страны заботились о том, как они могли бы решить свои собственные внутренние вопросы. О том, как это воздействует, сказывается на окружающем мире, и как мы можем извлечь для этого наибольшую и наилучшую отдачу для всех. Ну и, наконец, вдовольство. Вы сами говорили о равенстве полов. Вас лично в прессе называют и очаровательной, и соблазнительной, и даже чуть ли не садистом. Говорят, ваши любимые карикатуры на вас же саму изображают вас в чулках в сеточку и с кнутом, которым вы хлещете банкира. Это вообще правда? Я думаю, да, это карикатура 2008 года ещё. А насколько важно чувство юмора в мужском мире бизнеса и финансов? Это совершенно незаменимо в мире, не просто в мужском мире, в населённом мужском мире. Потому что я не думаю, что мир был уже только для мужчин или только для женщин. Мы там вместе проживаем, и я думаю, что мы должны объединять наши усилия. И мы не должны воспринимать себя слишком серьёзно. Я оставляю всегда в себе резервы чувства юмора. Это голос внутри себя, который призывает вас быть чувствительными, быть смиренными. Но чувство юмора совершенно незаменимо. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...